Приветствую вас, дорогие друзья, в этом видео мы сейчас начинаем наш курс по дизайну интерьеров. Это замечательное событие, во-первых, хочу всех вас поздравить, вы сделали правильное решение и вступили на путь. Он не простой, но он очень правильный и очень точный, и он приведет вас к вашей мечте, если вы будете делать задания, если вы будете выполнять упражнения. Мы будем с вами работать над сразу разными вещами, это и теория, и практика у нас будет, и будет удовольствие от полученных результатов, а также негодование от того, что не получается, нас ждет полная буря эмоций, все это будет с вами происходить. И на самом деле это у нас такая обучающая программа, она очень максимально приближена к жизни, то есть все сделано так, как оно будет на самом деле. У меня нет задачи, я сразу скажу, у вас посадить в какие-то инкубаторские условия и вот оберегать полностью, чтобы вы были довольны. То есть да, обучение и работа, она идет иногда через боль, иногда через страдания, но чаще всего именно это дает нам силы и преодоление каких-то внутренних страхов, внутренних проблем, если они у нас есть. Если нет, то тогда все будет замечательно складываться и вы спокойненько перейдете в формат уже профессионалов, профессионального дизайнера. Мы с вами будем работать вот примерно в таком формате. Да, сейчас давайте я покажу, чтобы там вы не терялись, не пугались. У нас есть несколько камер, вот я буду с помощью наших интерактивных переключений работать. Вот примерно так выглядит наше рабочее место, у меня есть компьютер, сверху я тоже покажу. Буду показывать вам какие-то вещи отсюда. Буду также смотреть, у нас будет переключение в интерактивном формате. В общем, я думаю, что вы не потеряетесь и сделано, в общем-то, для удобства, для максимального комфорта. Да, давайте покажу, какие еще есть у нас опции камера, вид сверху. Здесь я буду чертить, рисовать, это специальная интерактивная доска, где я буду рассказывать то, что хочу рассказать. Буду что-то зарисовывать. На мастер-группах у меня есть возможность включить материал, сделать скрин и тут же порисовать. То есть, если что-то идет не так, вы сможете это увидеть, мы сможем приблизить, отдалить. То есть, в этом плане, я думаю, у вас будет максимально здесь комфортно. Также приходите на обратную связь. Мастер-группы мы с вами проводим, проводим их уже достаточно регулярно. И самое главное, именно туда ходить, это именно, получается, работа с вашими результатами. Потому что теория теорий, а практика, она тоже очень важна. Так, что еще? Со всех сторон, в общем, мы видим. Давайте я буду вам показывать. Дальше у нас есть форум. Форум у нас будет, ну, отдельно я запишу видео по знакомству. Вы, наверное, познакомились с этой частью. Самое главное, что тут нужно отметить, то, что у нас вот будет несколько блоков. Блоки у нас направлены и на обучение с точки зрения теории. То есть, теорию в любом случае надо знать. Там в чем проблема может быть? В том, что она не всегда нам сразу же подойдет. Ну, войдет как бы в голову и будет она максимально комфортна для нас. Что-то мы можем не понять, что-то мы можем понять чуть позже. Поэтому есть у нас практический блок. Обязательно мы берем задание и мы работаем на реальном примере. Сделано так, что вы берете проект либо самостоятельно, либо какого-то партнера находите, либо с друзьями, либо за деньги. То есть, тут уже форматы тоже разные, об этом тоже расскажу. Самое ключевое, что мы как можно быстрее должны перейти на практику. Это одна из ключевых вещей. Просто так теория не запоминается. Я уже провел большое количество лекций, выступлений, мастер-классов. То есть, абсолютно точно с одной стороны в ухо в одно вылетает, в другое вылетает. Поэтому все, что мы будем изучать теоретически, у нас будет отдельный блок. Я не стал смешивать. Раньше у нас было смешано, сейчас я не стал. Я, наоборот, разделил теорию отдельно, ну, как книжная информация такая, чтобы справочные вы смогли всегда туда обратиться. И второй момент – это именно практические. То есть, ваша главная задача – выполнить практические упражнения. Выполняя практические упражнения, в принципе, их не так много. У нас получается, сейчас я их даже вам покажу. Вот в первом модуле они вот примерно такие. Может быть, что-то еще добавится. Там дополнительно плюс-минус парочку каких-то упражнений, если мы посчитаем нужно. То есть, курс достаточно интерактивный, мы можем там добавить или поменять. Но в целом сейчас здесь собрано все так, чтобы вот то, что мы здесь видим, оно реально нужно нам для того, чтобы работать. И все, что мы используем сами в работе, что я лично использую, все наши наработки в нашей студии, как мы даем нашим дизайнерам, как работают наши менеджеры, все абсолютно будет здесь именно так. То есть, это прям рабочие материалы, поэтому используйте их. Знакомлю, да, сейчас с первым модулем, остальные модули будут примерно такие же. Но в следующий модуль вы попадете, когда, соответственно, первые вы сделаете. Итак, первая у нас часть. Давайте сначала общие вещи расскажу. Первая часть – это у нас свой стиль. Смотрите, какая ситуация. Здесь у нас, получается, наши задачи. Что мы будем делать? Давайте прокомментирую просто все задания для введения, чтобы было понятно. Первый – это свой стиль. Я вынесу всю теорию, что для кого, какие есть клиенты. Это у нас отдельно будет теоретическая база. Вы их найдете вот здесь. Давайте покажу, как по навигации. Вот здесь будет теория. Здесь будет база знаний, база информации, которая будет пополняться. Тут цвет, что такое дизайн, стандарт профессии, свет, композиция, функция, этапы проекта, типы клиентов, какие бывают, типы объектов, инженерные системы, материалы, термины определения. Если что-то будет новое, если что-то будет дополнительное, мы обязательно будем сюда добавлять. То есть, эта база будет пополняться. Теперь у нас идет практические задания. Практические задания будут направлены на следующее. То есть, первое у нас – свой стиль. Да, еще раз говорю, если что-то мы поменяем или добавим, просто нумерация изменится, не пугайтесь, ничего страшного. Если потом вы зайдете и увидите, что что-то там поменялось. Это возможно. Итак, первый – свой стиль. В чем суть этого задания? Суть задания в том, что вы смотрите, какой стиль вам нравится, потому что в дизайне очень много разных отоплений, очень много разных направлений. Все выучить невозможно, да и не нужно. Наша самая главная задача – транслировать, что нам нравится. Для этого нам надо это понять, из чего оно сделано. Мы разложим это все по полочкам, весь стиль, из чего он состоит, какие там есть материалы, приемы, какие там есть световые приемы, какие используются инженерные системы. То есть, все, что мы знаем по дизайну, наша задача приземлить будет на свое видение. И именно это видение мы будем транслировать клиенту. Я вам буду рассказывать свое видение, я буду показывать мои примеры, но навязывать я, естественно, ничего не буду. У меня нет задачи сделать там условно копию, как мы делаем. Да, такая возможность есть, если вам все нравится, как мы делаем, с нашей философией, я тоже расскажу, покажу. Но основное, что вам нужно будет делать, если у вас там, допустим, другой стиль, если у вас другое немножко видение, вы берете вот эту модель, которую я показываю, и уже применяете на себя. Поэтому в первом задании очень важно будет покопаться вообще, посмотреть, что такое качественный проект и что такое некачественный. Я попрошу вас сделать анализ и описание, вы немножко поработаете. То есть, это задание достаточно простое, никаких технических навыков для него не надо. Вы просто его делаете по шаблону, ну, по сути, да. И дополнительно вы можете почитать, посмотреть, как делали другие ребята. Это, может быть, вас вдохновит. Отлично, с этим, надеюсь, понятно. Второе, это база референсов структуры. Когда вы будете изучать стили, мы будем работать с вами, с разными каналами. Это House, Pinterest, может быть, какие-то журналы, может быть, какие-то авторы есть у вас любимые, может быть, там мои проекты какие-то нравятся. Ваша задача будет создать базу референсов, либо базу, по которой вы будете очень просто ориентироваться. Для чего это надо? Потому что с этой базы вы будете приходить к клиенту, и клиент вас будет выбирать за какой-то стиль, за какую-то тему. С этой базы вы приходите к клиенту и начинаете работать, да, чтобы не бегать по всему интернету и не говорить, и так, и так можно. Вы просто открываете эту картиночку и говорите, вот, давайте посмотрим сразу же с вами. У нас все под рукой. Это либо на компьютере, либо на iPad, и вы можете спокойненько с клиентом коммуницировать. Это очень важная вещь, чтобы не терять свое время, чтобы экономить время клиента, чтобы как можно больше и быстрее согласовывать. Если у вас будет такая подготовленная база материалов, вы ее очень легко можете использовать и для клиента, и для сотрудников, если они вдруг у вас будут, и для себя, чтобы быстро придумывать, накидывать идеи. Обязательно это мы сделаем. То есть структура очень важна, чтобы экономить время. Мы готовим свои материалы. Следующая часть – выбор объекта и клиента. Здесь, в этом дне и задании, мы будем выбирать какой-то объект, с которым мы будем работать. Еще раз говорю, что наша задача не просто выучить теорию, это вы и так можете в книжке почитать и на любом плохом курсе изучить за два месяца то, что обещают. Мы будем именно изучать и будем именно практиковаться на каком-то реальном примере. Здесь есть особенность. Я рассказывал, вы, наверное, тоже слышали, что какой у вас будет объект в начале, на котором вы будете тренироваться, такой будет и в дальнейшем. Это вот одна из самых важных вещей, которая касается того, по сути, вашего будущего. Я начинал сразу с качественных, интересных проектов. Я одинаково не умел делать как однокомнатные квартиры, так и большие особняки. То есть и там, и там просто есть особенности менталитета клиента и особенности материалов и технологий, которые вы применяете. Нельзя сказать, что эконом делать легче, чем премиум. И это абсолютно то же самое. Просто изучаете разные рынки, разные магазины. И если изучать одинаково, то я рекомендую все-таки выбрать себе какую-то середину, например. То есть не стремиться ни в коем случае в эконом. Потому что денег там мало, там клиенты в основном сами что-то себе делают. Там можно нормально зарабатывать на консультациях. Но для того, чтобы полноценно работать дизайнером, получать те деньги, которые мы говорили, там 100, 200, 300 тысяч на проекты, до миллиона дойти, это не работает с экономом. Почему? Потому что это работает только на больших объемах и вместе со стройкой. Это серьезная организация, серьезная структура. Если вы работаете один, если вы планируете работать дизайнером, очень важно работать, уже выходить на бизнес, на эконом, плюс как минимум, бизнес и премиум сегмент. Я покажу, расскажу, как мы это делаем. Поэтому проекты у вас тоже должны быть достаточно качественные, достаточно интересные. Не стремитесь уйти в дешевые проекты, думая, что там легче. Там не легче, там происходит вот такая вот бойня, потому что все думают, что вот такого дешевого клиента найти проще. Он бегает по рынку, ищет дизайнеров и потом выносит им мозг. Вот не попадайте в такую ловушку. Поэтому здесь наша задача будет найти, я дам несколько стратегий, которые у нас есть по поиску клиентов, ну, либо виртуальных, либо реальных, либо вы возьмете, в принципе, сами можете зайти на сайт застройщика, выбрать себе квартиру, с которой вы хотите работать. Эта квартира потом будет ложиться к вам в портфолио, и по этой квартире вы потом будете искать себе клиентов. Как правило, из моего опыта, из опыта моих коллег, потом, когда вы упаковываете эту квартиру в какой-то некий лендинг, в некую информацию, запускаете по ней рекламу, именно такие люди и приходят. Поэтому здесь будьте внимательны, старайтесь. В предыдущем модуле мы стиль выбираем, и потом этот стиль приземляем все эти моменты на то, что вы выбрали. И тогда у вас получается реальный объект практически, да, сделанный для реального клиента. Кстати, тут тоже лучше подобрать. Там либо вы себя выбираете, либо друга, либо знакомого, либо просто берете клиента, ну и делаете ему платный или бесплатный, уже как договоритесь. Буду об этом тоже рассказывать. В общем, в третьей части я расскажу, как полностью выбрать клиента. Основные особенности я рассказал. Четвертая часть – это подготовка выезда на объект. О чем тут речь? Тут для того, чтобы делать обмеры, зачем вообще выезжать на объект? Выезжать на объект нужно, чтобы сделать обмеры, исследовать пространство. Как это делать? У нас есть подробная, давайте откроем, посмотрим. Подробная инструкция. Вот инструкция, которую мы используем сами в нашей компании. Что мы делаем? Вот здесь вот можно нажать на play. Да, кстати, сразу скажу, что вот видео я старался делать не такими длинными, вот около 20 минут, причем можно еще ускорить. Вы заходите вот сюда и нажимаете там, допустим, на двойное ускорение. Вот у вас получается в этом плане все нормально. Дальше есть отдельный мастер-класс по обмерам, тоже можно посмотреть, оно чуть дольше, оно около часа. Вы смотрите, записываете, конспектируете, и ваша задача тоже потом будет выехать на обмер и, соответственно, провести примерно такой. И по итогу у вас должен получиться вот тот результат, который я даю, который я показываю. Все шаблоны к каждому видео будут применены вот здесь, вы сможете скачать, изучить, посмотреть, в общем, все по каждому дню я даю по видео. Просто я сейчас тут показал пример, что вам стоит изучать, вот по каждой части такое будет. Если будут какие-то добавления именно по этой теме, нововведения либо изменения, я буду туда же вкладывать в соответствующий день, так что если будут какие-то апдейты, вы их всегда увидите, я об этом скажу, и вы сможете их посмотреть, изучить. Дальше, пятая часть, когда мы сделали выезд на объект, мы делаем анкетирование. Что такое анкетирование? Это работа с клиентом, уже используя анкету и используя базу референсов для того, чтобы сделать понимание, чтобы у нас было, что нужно в итоге клиенту. Здесь не торопиться надо, надо внимательно посмотреть, как работает технология. Тут важно даже не сама анкета, вот она, анкета прилагается, сколько то, как дизайнер должен по ней работать, как должен опрашивать клиента и работать именно по этой информации. Это самое важное. Здесь дается шаблон анкеты, так называемый, вот наш. Вы можете его улучшать, ухудшать, то есть как угодно можете с ним поступать. И также есть описание процесса анкетирования, где есть некая логика. Здесь сразу скажу, что вот каждому такому вот заданию у нас есть еще отдельный курс и отдельный материал. То есть сейчас мы на первом проходе не даем это максимально глубоко. То есть задача просто попробовать и набить шишки может быть даже. Поэтому берите, что есть. Нет задачи сейчас две недели обучаться психологии работы с клиентом и изучать типы клиентов. Посмотрели, почитали теорию, взяли анкету, пошли работать. Увидели проблемы, зафиксировали проблемы, которые у вас были. Дальше пошли уже изучать более глубоко. То есть на более глубоком уровне все это тоже есть. Поэтому если нужно будет там более дальше подготовиться, мы это тоже вам дадим после того, как вы сделаете первый вот этот вот шаг. То есть вам ваша задача именно на практике все использовать. Именно так строится обучение. В целом обучение строится, вы как бы чуть-чуть теорию знаете, у вас есть план, вы идете действовать, совершаете ошибки, приходите, разбираете ошибки и делаете как надо. Вот так получается лучше всего. Для того, чтобы разбирать ошибки, приходите ко мне, я все это дело говорю. Единственное, что вам нужно, это писать выводы. Если просто так написать, что там все не получается или получается там не до конца или что-то, это не работает. Надо делать анализ. Дизайнер это человек, который делает анализ. И вы, соответственно, будете тоже его делать и показывать мне. И я буду вам комментировать то, что вы придумали. И то, что у вас были вопросы-ошибки, я буду рассказывать, как это поменять. Именно в таком формате происходит обучение. В любом другом формате это просто, ну, вы не запомните, мозг наш так не запоминает. Так, с этим, я думаю, понятно. Поэтому анкету берем, берем подготовленный материал, берем клиента, берем свой стиль и начинаем придумывать. Дальше. Естественно, детали там будут внутри. Презентация и согласование альбома. Как презентовать и согласовывать? Здесь давайте тоже покажу. Можно уже зайти посмотреть. В чем суть? Вы, когда то, что все оформили, ваша задача будет сделать альбом. А, это уже седьмой, да. То есть, когда альбом сделан, здесь уже презентовать. Здесь я рассказываю уже больше, как психологически и правильно презентовать клиента, чтобы он не просто говорил, там, мне нравится или не нравится, а принимал именно работу. Вот, ваша задача тут именно работу принимать. Так, до этого мы пропустили 06. Кстати, не пропускайте, у нас все цифры подписаны. Если у нас порядок меняется, ничего страшного, это значит, кто-то дает комментарий там и цифры могут прыгать. Вот, не допускайте ошибки, которые я сейчас совершил, что переходите в седьмой модуль, не переходите в седьмой, пока шестой не сделаете. Вот, шестой модуль, это создание альбома технического задания. Результатом нашей работы будет создание вот такого альбома технического задания. Вы сможете его скачать, посмотреть, как он выглядит. Вот у нас три примера. Также здесь есть шаблон, если вы хотите его делать в индизайне профессионально. И если вы пока профессионально не готовы, ну, тогда вы можете ограничиться, допустим, вордовским каким-то форматом, либо автокадом. Я тоже буду это рассказывать, ну, показывать какие примеры, как это можно сделать проще. Можно посмотреть, вот видео здесь есть часовое, я показываю, как надо его рассказывать, защищать и как надо мыслить. Ну, я здесь в институте рассказывал, это открытое было видео. И также чуть более детально, все о том же, это я в Казани рассказывал. Хорошее видео получилось почти на два часа. Вот, и в начале там представление. Но, тем не менее, если в ускоренном режиме даже посмотреть, я здесь именно показываю, как надо презентовать, как надо создавать именно этот проект, чтобы вам было просто удобнее. Я все лишнее выпилил, оставил только самое необходимое. Вот эти вот видео желательно посмотреть. Все шаблоны есть, ну, я думаю, вы разберетесь. И как с этим пользоваться тоже есть. Так, с этим вроде окей. Седьмое, как уже было сказано, это презентация. Результатом этого модуля у вас будет презентация технического задания. Ранее у нас были здесь договоры и все остальное. Но пока я это сделал, не использовал. Я думаю, что договорные отношения мы переведем уже больше, ну, как в теорию, может быть, так сказать. То есть, мы же все-таки не юристы. Договор я вам в любом случае дам и, как бы, объясню какие-то моменты, которые там надо учитывать. В целом, конечно, я буду рекомендовать вам читать и кодекс законы. Законы, да, их надо будет читать. Это тоже будет все в теории. Поэтому как задание именно там составить его не будет, он просто будет приложен. Я постарался по максимуму сократить вот этот путь, который у вас может быть к профессии. И ваша задача будет, единственное, что делать, это выполнять упражнения. Каждое упражнение, что важно, чтобы было в каждом упражнении? В каждом упражнении я жду от вас отчета. То есть, должен быть именно отчет. Мы сделали вот это, мы поняли вот это. Не просто сделал спасибо, все понятно, а конкретно, что делали, что получалось, что не получалось. В общем, будет формат обратной связи, который вам необходимо будет заполнять. Так я увижу, что вы работаете, и увижу, что ваш мозг думает и мыслит в правильном направлении, либо не в правильном, и вовремя смогу это подкорректировать. Соответственно, так я буду уверен, что у вас будет получаться, и вы будете уверены, что идете в правильном направлении. По каждому из этих видео, которые будут внутри, вернее, по каждому пункту, будет видео отдельное. Ну, к примеру, там, как выбирать клиента, да, допустим. Там будет отдельно, как выбирать клиента, технологии. Если именно по этой технологии что-то непонятно, то комментарии спрашивайте именно вот под этим видео. Я думаю, разберемся, то есть в целом вот мы сейчас на введении первого модуля Это одновременно и видео по порядку работы и введение в первый модуль Еще одно будет, я думаю, по организации работы, вы его найдете обязательно, ну как мы будем работать на форуме Также по форуму дополнительно, возможно, он изменится, если он изменится, ничего страшного Я, наверное, запишу какое-то еще, может быть, дополнительное видео То есть именно формат может измениться, может быть, мы будем делать на какой-то другой платформе Типа GetCourse, где задание вообще один за другим открывается Вот, поэтому если там слушаете нас записи через какое-то время, не пугайтесь В принципе, все то же самое, принцип действия такой же Если новое видео пока не записал, значит, это будет работать Далее, у меня нет задачи каждый раз наговаривать одно и то же, тоже хочу предупредить То есть я, соответственно, записываю именно теорию Еще раз говорю, что теория сама по себе, она как бы, ну, как бы, роли никакой не играет Еще есть у нас примеры, вот примеры очень важны На примерах мы смотрим и разбираем какие-то ситуации, вы можете применить их на себя Сама теория цена только, когда вы применяете их себе на своем объекте Поэтому критически важно не слушать и смотреть и понимать, а именно делать То есть если слушать, смотреть, понимать, это тоже можно Окей, вы заплатили там достаточно внушительную сумму денег, ну, как бы, чтобы послушать Но окей, тогда результатом у вас будет прослушанный курс Но сделанное что-то, ну, наиболее важно Поэтому я мотивирую вас, как бы, делать И еще один тоже очень важный момент Смотрите, вы, как бы, пришли осознанно Вот, моя, у меня нет сильной стороны мотивировать вас Вот, что могу сказать То есть я могу помочь вам стать дизайнером Только если вы приходите на занятия и делаете работу Даете обратную, я даю обратную связь, а вы даете, как бы, обратную связь тоже мне И спрашиваете, что не получается Если вы не приходите, если у вас там какие-то личные дела Я в это не вмешиваюсь Мы никого, как бы, не ругаем, что кто-то не приходит или еще что-то У всех есть свои дела, все взрослые люди Но вот просто тогда, если вы просто смотрите, не делаете, не приходите Ну, то есть результат будет ниже, скорее всего А может быть, он и не будет зачтен У нас бывали такие случаи, когда люди все проходят, все делают А потом получается, что приходят и говорят Мы сделали дизайн-проект, пожалуйста, защитите нам финальный альбомный проект Нет, так не работает Я отправляю практически в самый начало И говорю, ребята, давайте заново, потому что вы сделали это сами То, что вы сделали, оно как бы не относится к тому, что я преподаю И бывает обидно Вот, чтобы такого обидного не было Внимательно смотрите То есть я здесь специально У меня огромный опыт и большой именно Возможность именно с вами поработать Поэтому используйте мои Вот меня по полной в этом плане Чтобы вы смогли достичь своих результатов Вот, используйте эту возможность по максимуму Жду вас на занятиях, на очнах, где мы будем разбирать все ваши вопросы На этом вводная часть закончена Переходите к первому модулю Переходите к теории Переходите к практике Смотрите примеры, задавайте вопросы И увидимся уже в финале этого модуля И скоро в финале курса До связи!